На момент открытия Северной Америки, например, в Штатах проживало порядка 20 миллионов населения человек, на территории Северной Америки, понимаете, да? А в Европе примерно в то же самое время жило тоже 20 миллионов в то время. И было эти 20 миллионов, представлено, порядка 2200 разных племен и племен союзов. Так вот, смотрите, в Европе было 20 миллионов тогда, тогда же было 20 миллионов в Америке. Сейчас в Европе сколько население живет? Ну, примерно 300 миллионов, да? 300 миллионов, ну, чуть позже, 380. Значит, в Европе что 300 миллионов? Если брать пропорции, должно быть в Америке порядка 300-380 миллионов американских индейцев, да? А что мы имеем? Знаете, сейчас в Америке проживают американские индейцы? Знаете, сейчас? 800 тысяч. Всего. 800 тысяч. И из 2200 племен Союза, которые были номером 3 Америки, осталось всего-навсего, не понятно, не 500, а не 700 племен. 1500, 1500, 1500, зависит от того, как это происходит. Исчезли навсегда. А из тех, которые остались, у некоторых племенах там по 15-20 человек. Это можно сказать, хлебень, принароды. Это же вымерли уже, в принципе. И об этом ни одного слова. Скажите, в России сколько народов было бы было? Это только за 200 лет, в США, ну 400 лет с открытия Америки, в Колумбах. Так? Полтора тысячи племен народов исчезло с лица земли. И больших народов. И об этом никто ничего не говорил. А в России никогда народ не один. Наоборот, все народы, которые уходили от уничтожения, из того же самого Китая, принимались на территории России, им предоставали земли, и они начинают жить на территории России. Ну, не важно, как называлось Россией, тогда они не значили. И никто их не преследовал, не преснял. И культуру все сохранили, все свои. Язык, культуру, традиции. По революции все было идти не только после революции. Вот там различия. А в Америке, я там был, поэтому уже фактически, те оставшиеся американские индейцы живут, как вы знаете, в резервации. Я, по крайней мере, приходилось в Калифорнию проезжать через такие резервации. Знаете, что представляет резервация в Калифорнии индейцев? Это каменистые пустыни. То есть, если там смотришь, допустим, лес и, допустим, предгорье, вот лес и камни, 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 камни. То есть, там камни на камне. То есть, такой прямой дороге, если не по дороге ехать, проехать невозможно, потому что там нет такой местности, где камни нет. Все, абсолютно, каменистые пустыни. Полупустыни и пустыни. Вот это, в каких условиях они живут в своей срочной стране. Бесправно. А вы знаете, что в 75-м году где-то американские индейцы мутновали в штатах? Знаете, кто знает об этом? Поднимите руку. О, единицы знают. И знаете, что сделали американское правительство? Национальная гвардия приказала стрелять. Расстреляла их просто-напросто. Об этом кто знает? Ну, нет. Вот вам, пожалуйста, если есть вопрос национальности. Как он ставился, надеюсь, Российской империей? И как он ставится, в принципе, в том же штатах, которые кричат о демократии? Извините, иногда хочется так сказать, как многие говорят, если честно, дерьмократии. Дерьмократии.